Путинская Россия В Волгоградском кинотеатре объяснили причину трансляции послания Путина. В самой идее секрета нет, это своего рода наш вклад в развитие страны, рассказали нашему изданию в пресс-службе кинотеатра. Мы считаем необходимым, чтобы те важные тезисы, которые будут озвучены Владимиром Путиным, услышали как можно больше жителей нашей страны. И ладно бы дед какие-то качественные исторические речи мочил, но нет, нам пришлось посмотреть эту дичь, что называется от корки до корки. И единственное, что можно сказать, так это то, что спичрайтеру Путина повезло с работой. Его клиент вообще не заморачивается, а потому можно брать старые тексты, менять абзацы местами и в 105-й раз рассказывать, например, о выходе с арматов на боевое дежурство. Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие, комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружения, среди них межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады. В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве. Или, что еще смешнее, рассказывать о невероятной экономической мощи. Ну-ка, деда, давай, хвались успехами. Все ж таки сверхдержава, да? В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Поэтому показатели мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «большой семерки». Но сейчас мы вам расскажем, что стоят все эти байки не на словах, а на деле. Мы внимательно слушали озвученные цифры и были, мягко говоря, удивлены от отдельных перлов. Начиная с 2020 года, МРОД вырос в полтора раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОД должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч. То есть, спустя шесть лет президент крупнейшего мирового экспортера нефти и газа обещает своим гражданам зарплату аж 380 долларов по нынешнему курсу? Если что, то в Германии уже сейчас пособие по безработице в несколько раз больше. Но российская пропаганда при этом не стесняется заливать, как же холодно и голодно живется несчастным немцам. Люди сидят под своей этой пустой елочкой, в своей этой холодной квартире, в своих шапках и шарфах, чтобы не заболеть, и думают, да с какой радости. Это их какие-то там славянские разборки, Россия, Украина. Там не разберешься без пол-литры, кто что строил. Самим уже, если честно, не хватает. Причем хорошо уже не хватает. То есть они уже так хорошо прочувствовали. А еще же у них украинские беженцы. А сейчас надо уже последние, извините, трусы с себя снять, чтобы помочь Украине. Да в любой нормальной стране журналисты бы уже завалили президента неудобными вопросами. Ну а че? Они ж сами постоянно хвалятся, как обгоняют кого-то по уровню ВВП. Это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят. А мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один, заявил российский лидер. Так почему же тогда граждане России нищие на фоне упомянутых стран? Но, как вы понимаете, на эфирах тишина. Но точнее не так. Все громко кричат, радуются, водят хороводы. Воодушевил кормилец народ. Не только у меня, но и у всей страны сегодня будет приподнятое настроение. Потому что то, о чем сказал глава нашего государства, мне кажется, не оставит никого равнодушными. Валюха Матвиенко неимоверный прилив сил чувствует. Послание, безусловно, носит стратегический характер, фундаментальный характер. И очень серьезные меры поддержки людей. Вы знаете, вот у меня настолько в этом смысле приподнятое настроение. И главное, люди чувствуют это на себе. Но что-то нам подсказывает, что прилив сил вовсе не от бездарной речи, а просто дамочка водочки перед эфиром тяпнула. Кстати, по словам Путина, пить в России стали значительно меньше. Кстати говоря, что касается питья, здесь у нас заметный хороший результат. Вот реально. Без всякого экстремизма мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя. Представляем, как угорал над подобным откровением Медведев. Но речь сейчас о другом. То, что всем известные бояре по привычке побежали облизывать филейные места царя, не новость от слова совсем. У всех людей будет такое спокойствие на душе, что Россия надежно защищена. Как у нас песня поется, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мне кажется, вот так можно было бы отметить сигнал. Но прежде всего это спокойная мирная риторика. Было бы удивительно, если бы они такого не делали. А вот что действительно поразило, так это халуйство, так сказать, вынужденных патриотов. Сейчас мы вам зачитаем, что накатало у себя в соцсетях страдалица Ивлеева. Тут прям даже не знаешь, смеяться или плакать. В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются. И я знаю, что пойду за них голосовать. Что же там Настю так удивило? Зарплата в 300 долларов в 2030 году? Что-то раньше она подобному не удивлялась. А секрет, судя по всему, в том, что после в целом невинной голой вечеринки ура патриоты своими визгами по сути не оставили таким, как Ивлеева, выбора. Либо ты становишься на коленке и с высунутым языком ползешь к царю-батюшке, либо тебя окончательно затопчут в грязь. В один из клубов, совсем не в центре Москвы, но, видимо, там аренда недорогая, бывшая маникюрша собрала на шабаш всех своих единотельцев. Здесь ни мораль, ни нравственность, ни законодательство не соблюдалось. Идет война, идет день чекиста. Они это называют творчеством. Кол себе осиновый в жопы загоните, твари кончены. Сатанинское, мерзкое, гадкое отродие. И будь у Ивлеевой хоть капля самоуважения, то она бы развернулась и уехала. Но нет, за границей денежку ж куда сложнее будет заработать, поэтому можно и поунижаться. Так, чтобы даже какие-то помойные кизяки из Донецка выгоняли. Мы, казаки ДНР, выступали с заявлением о том, что к нам приезжают различные гастролеры. Сейчас в Лезда Киркоровом решила приехать Ивлеева, организатор Голой вечеринки. Мы категорически против посещения Донбасса этими гастролерами. Они здесь не отмоются и не переобуются. Ну что ж, выбор сделан. Отмыться будет теперь почти невозможно. Но давайте все же к сенсациям от бункерного деда вернемся. Ведь этот титан мысли, помимо всего прочего, еще и умудрился подставить своих же пропагандистов. Впрочем, сейчас вы все поймете сами. Президент четко сказал, что все контингенты, где бы они ни находились на территории Украины, будут являться целями для наших средств поражения. Более того, опять же президент сказал, что у нас есть все средства для того, чтобы поражать цели на территории стран, которые будут посылать свои войска. Всем ясно, если войска некой страны окажутся на территории Украины, Россия мигом нанесет по этой стране удар. Уверен, что мы не будем посылать свои, так сказать, войска, там, штурмовать Берлин или Париж. Но цели на их территории, которые будут задействованы в подготовке, в вооружении, в транспортировке, промежуточные базы на территориях европейских стран, причем вне зависимости, НАТОвская это страна или не НАТОвская, то мы эти цели будем спокойно поражать. И все бы ничего, но российские каналы уже два года как рассказывают, что идет война с НАТО. А раз война с НАТО, то и войска НАТО, получается, в Украине уже есть. А сейчас у нас война с НАТО. Мы воюем напрямую с НАТО. Но мы же с НАТО похреначимся. Воюем не с Украиной вооруженной с НАТО, а с НАТО. Если кому-то этого мало, можем и конкретные примеры привести. Не так давно всей Кукаречной визжали об уничтожении в Харькове солдат французского легиона. Минобороны сообщила об ударе по французским наемникам в Харькове. Здание, где они находились в результате удара, полностью разрушено. Уничтожены более 60 иностранных наемников, заявили в министерстве. На месте ракетного удара по базе наемников в Харькове обнаружены шевроны французского иностранного легиона. И очень хочется уточнить, ну так чё там, Путин, был удар по Франции? Ну, потому что вариантов у вас два. Либо признать, что пропагандисты соврали, либо что царь в очередной раз за слова не ответил. Впрочем, для российской пропаганды балабольство – это вообще типичная история. Там же не только Путин языком НАТО бомбит. И в какой-то момент им надо будет принимать решение. Идти на этот таран с ядерной державой, которая может примерно за 6 минут разнести Великобританию, или, как говорил один американский генерал времён Холодной войны, даже если Соединённые Штаты Америки всей своей мощью ударят по Советскому Союзу превентивно, то и тогда у Советского Союза останется достаточный сил для того, чтобы превратить Соединённые Штаты Америки в пролив между двумя Великими океанами. Это уже Марго Симоньян рассуждает о ракетных ударах по странам, откуда якобы будут взлетать F-16. Ведь, и это очень смешно сейчас будет, все взлётные полосы в Украине Россия якобы разбомбила. Вот представьте себе, сейчас они дадут Украине F-16. Точно ведь дадут. Эти F-16 с территории Украины взлетать не смогут, потому что инфраструктуру до этого мы уже с Божьей помощью благополучно разрушили. То есть они будут базироваться и взлетать с аэродромов где-то рядом с Украиной. Интересно, откуда, по мнению Симоньян, в таком случае взлетают ракетоносцы с крылатыми ракетами типа шадоу-шторм, с дорог, с крыш домов и с кармана командующего по витренными ссылами вылетают? И да, понятно, что хочется грозно потрясти кулачком. А что же у нас там рядом с Украиной? А рядом с Украиной у нас почти сплошные одни страны НАТО. И допустим, они будут взлетать и с Польши, и с другой какой-то неприятной страны. А нам что остается делать? Ну что мы должны делать в такой ситуации? Но нельзя же настолько тупо подставляться. Что же касается очередных угроз, то, знаете, друзья, все это мы уже слышали. Только когда не авиацию, а ПВО в Украине передавали. А ежели у кого-то проблемы с памятью, то мы можем и старые эфиры повторить. А что нам ждать? Вот вчера уже нацисты немецкие поставили свои бандеровские сволочи. первую установку ПВО. Но я считаю, что ее уничтожить надо. Лишним бы не было. Ну так как там дела с Оловьев, много ударов нанесли. Особенно с тем учетом, что количество таких комплексов уже измеряется в десятках. А самолетики прямо на территории России пачками падают. Родственники погибших чмонь со сбитого А-50 не дадут соврать. И все утерлись. Просто проглотили и не ответили за слова. Легендарный лайф про призовую игру четко описывает всю ситуацию. Нам можно срать нагло, а мы будем говорить, что это дерьмо, призовая игра. Тынц, тынц, тынц. Причем ладно бы там пропагандисты. Лично медведи всем странам НАТО за поставку Хаймарса в Кузькину мать обещал. Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны. Поставка психом в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители Вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги. С тех пор счет убитых Хаймарсами граждан России измеряется в тысячах. Чего только стоит свежая красота на полигонах, ага. Здесь-то и возникает очередной вопрос, на этот раз к Медведеву. Так где же обещанный ответ? Вот почему, когда на свежих эфирах обсуждаются ракеты по Франции. Президент не раз говорил, мы готовы, у нас есть средства, и если безумие возобладает, то мы эти цели будем спокойно поражать. Или удары по аэродромам Польши. Давайте уничтожать технику, может быть даже в портах разгрузки, неважно, Польша, Румыния. Армия должна бомбить эти аэродромы. Это не вызывает ничего, кроме снисходительной улыбки. Нет, может, ура, патриоты на диванах от подобного контента и бодрятся, мечтая о расширении войны. Но на деле серьезные игроки никогда не занимаются балабольством. Вот вы видели, чтобы даже дружественной России Китай кому-то подобным угрожал? Нет, друзья, такого не было. Просто на действительно серьезном уровне. За слова принято отвечать. Ну а Путин в роли метелки-балаболки может, конечно, своим трепом какое-то время доводить до экстаза глубинный народ. Но не стоит в таком случае удивляться, что к России просто перестанут относиться серьезно. И это очевидное будущее для страны, где более 20 лет вся внешняя политика строится на лжи и безумных угрозах. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!